Доброе время суток, товарищи! Это второе видео, посвященное особенностям Source Engine и косякам Half-Life 2. Прежде чем начать обзор последующих карт, вернёмся в прошлое. Например, вот такие конструкции. Почему их не превратили в фан-дитейл? Ведь можно было существенно сократить количество листьев в кадре. Я допустил ошибку. Точнее, забыл о том, что в интернете находятся декомпилированные проекты карт, а не их девственные исходники. А поэтому был упущен важный момент, о котором ответственно напомнил один из наших подписчиков. Спасибо ему. Ну а чтобы впредь подобный казус не повторялся, мы чуть-чуть напряглись и нашли на гитхаб якобы слитые исходники карт, где все фан-дитейл на своих местах. С ними и продолжим работать. Возвращаемся в настоящее. В этот раз мы обозрим сразу несколько карт, дабы не затягивать всё это дело на полгода. Итак, первое. После перехода на новую карту, вместе с нами телепортируются на неё все модели, находящиеся в комнате с двумя окнами. По какой причине это было сделано, непонятно. Но это было сделано намеренно, ибо использовался триггер Транзишн, который переносит на новый уровень все модели, которые находятся внутри него. Но эту мелочь могут заметить только мапперы, а не игроки. Они же в свою очередь могут попробовать разбить ящиком окно первой карты и посмотреть на результат своей работы, перейдя на следующий уровень. Стёкла не умеют телепортироваться с одного уровня на другой, поэтому авторы решили оставить оба окна. А как бы поступили вы? Следующий момент, а именно особенность Source Engine. Двери, даже в Half-Life Alyx, пропускают сквозь себя свет. И чем выше контраст между двумя помещениями, тем сильнее это может быть заметно. Частично решить эту неприятность можно, разместив браш с текстурой блок-лайт на месте двери. Пройдём дальше, и думаю, стоит отметить попытку Valve удивить игроков графикой, а точнее реалистичными на то время тенями от окон. Сделаны они были следующим образом. За окном размещается браш, излучающий свет. Затем идёт само окно, выполненное из фанк-браш сущности, которое, как и двери, не блокирует позади себя свет. Эту роль на себя берёт фанк-детал-решётка, сделанная ручками авторов. Помимо того, что текстура NoDrive визуально не рендерится, она умеет отбрасывать тени, являясь удобным аналогом блок-лайт. Но здесь встаёт закономерный вопрос. А что более экономно в плане ресурсов, блок-лайт или же нодра? Блок-лайт не является какой-либо сущностью, не создаёт листья и не имеет коллизии в игре. За качество тени на поверхности отвечает сетка люкселей на браше. Чем чётче нужна тень, тем меньше данное значение. Не рекомендуем ставить ниже четырёх. Могут появляться артефакты. В большом зале тени сделаны таким же способом. Я не представляю, сколько времени занимала эта ручная работа у маппера Valve. Ваш труд не пропал даром. Мы и зрители оценили вашу работу. Кстати, вместо браша, излучающего свет, источником служат скайбокс-карты. А теперь немного критики. Во-первых, на всех табло использована одна текстура, что создаёт ощущение дешевизны и экономии. Данные колонны должны быть фанк-детайл с сущностями, а лучше одной целой. В этом месте использованы лишние браши. В стене присутствует лишний браш, который забыли удалить. Под дверями можно заметить разницу в освещении двух брашей. Куб-мапы также имеют разный цвет. У парадных дверей установлен аэропортал. Нужно отметить, что он не привязан к дверине случайно. На старых ПК, и тем более на консолях, внезапная подгрузка такого количества полигонов в кадре имела бы последствия в виде стартера, фриза. А выйдя на улицу, опять ступени с одинаковой разверткой. На площади почти все здания выполнены через фанк-детейл. Ну, допустим, тогда почему не все части домов сделаны детейлом? Какие-то прямоугольники, кубы, парящие в воздухе. Балконы не превратили тоже в детейл. Это уже 100% не дефект компиляции. В игре вы можете сами проверить это, включив рендер листьев. Спешим на спешку, как всегда. Обратим внимание на дорожное покрытие. В данном случае можно было обойтись одним прямоугольником. Чем больше фрагментов на дорожном полотне будет, тем больше может быть визуальных багов, связанных с яркостью освещения или рендером куб-мапов. Например, вот как здесь. А теперь минуточку внимания на вот это здание. Я более чем убежден в том, что изначально оно должно было являться игровой зоной. Так как вместо цельного прямоугольника здесь отстроены правильно стены, отмерен каждый этаж, потолок и даже стена в одном месте. Очень странно, что все так и оставили. Навесной переход между зданиями выполнен на недопустимой высоте. Нужно было или опустить, или поднять. Хентов на этой карте по-прежнему нет. Зато есть неплохие аэропорталы, отделяющие биом локации друг от друга. Хочется еще докопаться до этой дороги. Оно ходит далеко за карту и выглядит так, словно часть локации было решено вырезать. В целом, можно закончить говорить о второй карте игры. Могу лишь от себя похвалить. Наконец, ступени начали делать правильно. Отправляемся в коммуналку. Хочется сразу пояснить за вот эти швы между текстурами стен. Дело в том, что человек, делавший бесшовную текстуру, ошибся, и у него на самом краю этой текстуры проступает плинтус, который находится снизу. Жаль, что этот явный косяк так и остался в игре. А вот просвещение, контрастирующее между брашами, ну, я не буду комментировать. Это здание само по себе имеет массу мелких недочетов. Но остановимся на двух эпизодах. Во-первых, на четвертом этаже присутствует целая квартира, в которую вообще нельзя попасть, но которую забыли удалить. Также напротив этой квартиры есть комната, внутри которой даже присутствуют 3D-модели, но в нее также невозможно зайти. И последний момент на сегодня. У выхода на чердак в шахте лифта можно увидеть окно, из которого виден солнечный свет. Но если перейти на следующую карту и посмотреть, что над этим окном, над ним просто деревянный пол чердака. Если кто-нибудь решит сказать, что это не окно, а лампы, он может открыть библиотеку текстур и заметить, что данная текстура расположена между множеством изображений окон. Совпадение? Не думаю. Также эта текстура присутствует на второй карте в большом зале. Сквозь якобы это окно падает дневной свет. И что же получается? Если признать это лампой, то ничего себе такой прожектор должен быть. А если это окно, то помимо ошибки связанной с чердаком, это окно здесь светит из ниоткуда, потому что с обратной стороны стены находятся совсем другие окна и совсем другое здание. Вот это косяк. Может быть. А может и нет. А может пошел ты? Ну и ладно. Спасибо. Спасибо.